физкульт привет друзья сегодняшнее видео о фронтальных приседаниях о технике о грамотности выполнения этого движения как и когда его делать и главное зачем а также кому я уже делал видео где-то год назад на эту тему кто помнит кто не помнит пересмотрите и тогда я вам показывал рассказывал что именно фронтальные приседания я делал для того чтобы прийти к тем весам с которыми я приседаю сейчас почему потому что несмотря на то что штанга находится спереди туловища мы легче удерживаем спину прямой и в принципе невозможно сделать это движение даже с легким наклоном штанга просто упадет вот сейчас вы видите год назад когда я только избавляюсь от своих проблем межпозвоночными грыжами протрузиями я использую фронтальный присед спина ровная лопатки по возможности сводим назад но главное здесь конечно же грудь вперед и локти как можно выше лично для меня очень сложно выполнять данное движение в отличие от классического приседа почему потому что для меня очень важно хорошо и полноценно дышать на протяжении всего движения фронтальный присед несмотря на то что он шикарно грузит именно квадрицепс что нужно в первую очередь мужчинам очень тяжело выполнять его с хорошими серьезными рабочими весами просто не хватает дыхания и я всегда заканчиваю это движение раньше чем выложился в нем полностью только по простой причине что мне не хватает дыхания экспериментируйте с положением грифа с удержанием грифа на грудных и найдите для себя самое удобное положение я нашел для себя одну фишку которая мне облегчает это но об этом чуть чуть позже фронтальные приседания помогли мне прийти к моим нынешним показаниям к моим нынешним показателям в классическом приседе а классический присед для общей массы я все-таки считаю более надежным оружием по той простой причине что вы можете выполнять это движение с более солидным весом с более серьезным весом а вы знаете что чем больше вес вы поднимаете тем больше отдача организма тем вы сильнее становитесь тем естественно вы при грамотном питании становитесь и больше я пришел к следующим показателям уже через год приседаю вот вы видите 180 с лишним килограмм на 9 раз и 227 килограмм я садился последний раз в двух подходах на раз я на никому не советую делать делал я это только для того чтобы показать вам что межпозвоночные грыжи и протрузии это не приговор всего все можно преодолеть любой недуг любую болезнь было бы желание если есть желание мы находим возможности если нет желания мы с вами находим причины поэтому сами определяетесь кто вы и на какой стороне никогда не делайте приседания до отказа всегда останавливайтесь за одно-два повторения до отказа во первых отказ убивает силу а во вторых это перегружает как раз таки позвоночники когда вы доходите до отказа вы уже не можете контролировать свое движение не в становой тяге не в приседании такого допускать нельзя ну что переходим непосредственно к фронтальным приседаниям естественно так как это приседание начинаю я всегда свою разминку на велотренажере в эргометре либо каком-то другом подобном устройстве я люблю вот такой горизонтальный тренажер когда больше лежишь чем сидишь почему вы знаете потому что сидеть само по себе уже не хорошо лежать все таки лучше для позвоночника для всего но коленки лучше всего разогреть именно движениями на велосипеде поэтому приходится это выполнять обычно мне хватает от пяти до семи минут я почувствовал что я разогрет как выходит легкое испарина значит организм набрал хорошую температуру нужную температуру мышцы разогреты легкое испарина это признак того что вы хорошо разогрелись не нужно упираться ставить максимальное усилие максимально быстро стараться ехать наша задача не в этом наша задача разогреть суставы и естественно грамотно подойти выполнению самого упражнения не пренебрегайте разминкой друзья чем более тщательно вы разминаетесь тем больше гарантий того что вы будете тренироваться без травм и ваш результат будет радовать и вас и окружающих не забывайте что все что мы делаем бессмысленно без сохранения здоровья а здоровье коленных суставов это тоже не последняя вещь общее здоровье здоровье наших суставов здорово здоровье нашей психики это все очень очень важно для жизнедеятельности и конечно же для тренировок а мы без тренировок с вами никуда кстати не забывайте оставлять комментарии те кому помогают мои упражнения для межпозвоночных грыж протрузии кто уже избавился кто выполняет сегодня в конце видео я вам покажу ребята прислали ролик с благодарностью тренер молодец практически всех своих ребят он заставляет в конце тренировки выполнять мою гимнастику за что спасибо ему не ради меня а ради ребят потому что гимнастика которую я вас не раз уже знакомил с которой которую я вам уже не раз показывал действительно работает помогает это уже установленный факт не только на мне но и на сотни ребят и девчат которые мне ежедневно пишут благодарности и в комментариях вы можете это читать под видео и непосредственно в личку помните да что входит в нашу общую разминку особенно когда мы выполняем приседания совершенно верно переходим гиперэкстензиям а вы помните что гиперэкстензии это станок который вы видите сейчас на своих экранах вот это гиперэкстензия то что называют гиперэкстензией везде на самом деле это обычные экстензии не нужно придираться к словам к названиям это не я придумал это в англоязычных учебниках так называются данные упражнения сегодня я не буду использовать большие веса потому что делал это на прошлой тренировке а вы знаете что для натурального тренинга нет ничего лучше и важнее периодизации периодизируя нагрузку мы с вами снимаем ту нагрузку которая может помешать нам с вами тренироваться и нормально жизнедеятельностью заниматься почему потому что однотипная постоянная нагрузка убивает центральную нервную систему и это самое главное но если вы тренируетесь по принципу линейной прогрессии постоянно постоянно повышая веса вы обязательно упретесь лбом в стену об этом еще свидетельствуют древнегреческие сказания кто помнит нет ничего лучше чем периодизации основанной на различном типе мышечных волокон кто входит мою закрытую платную группу знает об этом получая постоянно на каждую новую неделю специализированные тренировки на все необходимые типы мышечных волокон также мы развиваем естественно их силу массу выносливость а кто не знает выносливость это тоже тренировка мышц они сердца если ваш инструктор говорит вам обратное то он просто отстал в развитии и не следит за современными исследованиями и научными открытиями выполню еще один подходик гиперэкстензия это тот станок повторюсь который помогает избежать проблем с позвоночником а если у вас есть проблемы с позвоночником вам просто необходим данный станок все тяжелоатлеты пауэрлифтеры стронгмены знают и обожествляют данный станок что делаю я после того как он мне помог просто сказочно помог вы это можете видеть потому какие я сейчас использую веса в тренинге ног приседая и выполняя становую тягу становой тяги я конечно не форсирую уже не делаю больше 200 килограмм но просто потому что берегу в спину идем ребята теперь непосредственно к выполнению фронтальных приседаний придется пройти в зону свободных весов где у нас все для этого есть на специальную площадку сейчас вот я вам скажу о секрете который я нашел и если у вас в зале есть кроссфит советую вам воспользоваться сам по себе кроссфит классический очень вреден вредит сердцу но ихние грифы тонкие и их легче использовать для фронтальных приседаний почему просто попробуйте и сами поймете объем грифа меньше он меньше давит на грудь легче дышать меньше давит на горло а мне все таки может быть я не совсем правильно держу гриф мешает мне не хватает дыхания мне приходится как-то ухищряться постоянно чтобы сделать вдох стойка наша должна быть на ширине плеч самое главное ребята советуют довольно таки опытные инструктора учителя подкладывать под пятки блины ни в коем случае этого не делайте никогда это навредит вашим коленным суставам это мешает присесть четко и грамотно лучше используйте специальную обувь штангетки к примеру там уже есть легкий подъем на каблуке но там это все сделано специально продумано и вам не будет мешать техники выполнения нельзя сделать технически грамотно если у вас под пятками возвышение в виде блинов никогда это не делайте штангу мы удерживаем с вами хватом сверху положив гриф на верхнюю часть грудной клетки и передние части дельтовидных мышц каждый делает это по-своему можно делать подобным образом как делают тяжелоатлеты мне это не очень удобно и очень сложно держать локти поднятыми вверх а это основное условие мне легче выполнять это движение вот так когда я удерживаю гриф на дельтоидах придерживаю его большими пальцами и выполняю движение но чаще я делаю немножечко в другом варианте сейчас вы увидите как помните также о необходимости не ходить далеко с со штангой на груди так же как и состав штангой на плечах классических приседаниях вот вы видите сейчас как я выполняю данное движение подобным хватом скрестив руки так легче всего мне удерживать локти вверху а если локти опускаются то гриф начинает падать и когда вес у вас будет серьезный удержать его на груди будет практически нереально если он начнет движение вниз то все он соскользит и вы не сможете продолжить движение хорошо если не получите травму не забывайте использовать замки особенно когда мы делаем приседания это очень важно потому что если начнут блины соскальзывать с разных концов грифа это может привести к серьезной травме позвоночника вас может очень серьезно зажать повторюсь несмотря на то что упражнение сложнее технически чем классические приседания удерживать спину ровной гораздо легче в этом нам поможет глубокий вдох перед началом движения он создает давление внутри грудной клетки препятствия наклону туловища вперед не забывайте что движение мы начинаем не со сгиба коленей а с увода таза назад как бы это не было сложно все равно нужно пытаться это делать тогда это будет гарантией того что вы грамотно технически приседаете не переживайте о том что вы будете наклоняться вы не сможете просто выполнить данное движение наклонившись вперед это мне и нравится в данном движении всегда подбирайте удобную высоту чтобы вам было легко снимать гриф со стоек и главное здесь становиться четко по центру убирая таз назад садимся встаем так же как и в классическом приседе не распрямляя колени полностью чем глубже вы будете садиться в данном упражнении тем больше будет нагрузка переходить на ягодицы и квадрицепсы ой извините на бицепсы бедра квадрицепсы все равно будут получать свою нагрузку но чем уже вы станете тем менее глубоко вы сможете присесть тем не менее вы сможете больше и лучше нагрузить квадрицепс а данное движение мы делаем с вами мужчины все-таки для того чтобы грузить квадрицепс поэтому находите для себя идеальное положение ног идеальную ширину при которой вы сможете и хорошо садиться глубоко к примеру до параллели или чуть чуть выше либо не либо а вернее и сможете хорошо чувствовать квадрицепс а в этом движении в отличие от классических приседаний квадрицепс почувствовать гораздо легче особенно после выполнения самого упражнения запомнили до находим удобное положение грифа на грудных и на дельтоидах делаем вдох перед тем как сесть это поможет удерживать спину опускаемся и на выдохе встаем очень хорошее шикарнейшее упражнение для ног особенно для тех у кого есть проблемы с межпозвоночными грыжами советую начинать возвращаться к тренингу именно с этого движения вес здесь не нужно использовать такой же как классических приседаниях то вы этого просто и не сможете и спинка всегда ровная даже если вы начнете наклоняться вы просто уроните гриф и не сможете выполнять движение технически грамотно либо мы делаем это движение технически грамотно либо штанга падает другого не дано чем больше вы будете выпячивать грудь вперед сводя лопатки тем легче вам будет удерживать гриф во время движения обращайте на это особое внимание опять-таки повторюсь пользуйтесь замками не забывайте пить во время тренировки и мальчики и девочки если ваш инструктор говорит вам обратное никогда больше не общайтесь с этим человеком он либо хочет вам навредить либо он полный профан а не то и не другое вам не нужно в вашей жизни тем более ваших тренировках вода это все она нужна как для набора мышечной массы так и для жиросжигания без воды ни один процесс в нашем организме не протекает не верите мне погуглите почитайте исследования вода это наше все лучше всего добавлять нее электролиты какие-нибудь я лично использую быть сашки мне это нравится и психологически меня это как-то подстегивает больше особенно если вы натуральный атлет запомнили да ребята основные положения те же самые что и для классического приседа перво-наперво это сохранение здоровья здоровья это грамотная техника поэтому перед тем как переходить на веса я советую потратить определенное количество времени потратить конечно это неправильное слово на изучение техники с пустым грифом с бодибаром или даже с деревянной палкой от швабры чем больше времени вы потратите на изучение техники тем это лучше скажется на вашем результате на сохранении вашего здоровья здесь особенно важно именно техника постоянный вес на пятках ни в коем случае не переходить на носки будете выполнять данное упражнение будут у вас большие квадрицепсы и запомните что только приседания со штангой реально грузят все наше тело все остальное разгибание или что это локальное воздействие на мышцу и это уже удел не новичка и возможно даже не среднячка потому что нужно иметь определенный мышечный запас уже определенные мышечные силы накопить силу чтобы выполнять упражнения с определенными весами только для того чтобы создать те самые факторы которые необходимы нам для роста мышц об этом будет следующее видео что касается девочек девушкам я все-таки советую не прибегать к фронтальным приседаниям если конечно у вас нет проблем с позвоночником и вы только не начинаете возвращаться к тренировкам классические приседания в широкой стойке с глубоким опусканием в нижней точке приседа это лучшее упражнение для ног и для ягодиц чем глубже вы садитесь тем больше работают ваши ягодицы и бицепс бедра как раз таки если вы будете не досидать будет работать квадрицепс я тоже сделаю одно видео с выступающей девочкой в прекрасной форме но ее инструктор не говорил ей об этом вы увидите как у нее переразвит именно квадрицепс только по той простой причине что она приседала не глубоко заминка после вечера тренировки в бойцовском клубе фанат настасова тихий час полным ходом благодаря советам егора рубановича тренируем разминаем поясницу это на канал на youtube следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно и у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока